Точно так же, как в мешке шило не утаишь, невозможно утаить его в закромах знаний наших очмелых ручек. Сегодня этот острый вопрос подробнее изложит наш остряк-самоучка Андрей Александрович Бахметев. Андрей Александрович, включаем магнитофон, он оттаял. Пожалуйста. Все, кто когда-то занимался ремонтом обуви, знают о такой проблеме. Когда иголка оказывается внутри ботинка или вашей обуви, очень тяжело затем правильно предугадать место ее выхода обратно. Ну, очень тяжело. Приходится делать несколько отверстий. А кожа ведь это не ткань? То есть она портится от того, что ее несколько раз прокалывают? Все это очень некрасиво. Так вот, решить эту проблему, оказывается, можно совершенно элементарно. И до этой элементарности, гранищей с гениальностью, догадался Соболев Константин Гаврилович из города Лесозаводск. Большое ему спасибо. То есть он не только весь Лесозаводск, а бул. Сейчас он всю страну, можно сказать, а бул прилюдно. Приспособление удивительно простое. Для этого понадобится самая большая игла от швейной машинки. Вот такая она отличается. Самая большая, самая толстая, в смысле, да? Да. Она отличается от классической иглы тем, что у нее ушко находится, где острие его. И еще одна характерная особенность у этой иголки. У нее есть желобок вдоль всего тела. К этой иголке для удобства работы нужно сделать любую ручку. Любую абсолютно. Это фирменный знак, приделать ручки, а чумелым ручкам это же, можно сказать, как на ладони. Это вот просто круглая палочка, по-моему, даже лыжная от детских лыж. Нам нужно знать, где вот этот желобок находится у этой иголки. Вот когда вы его находите, этот желобок, это место необходимо пометить для того, чтобы ориентировать наше шило относительно ботинка. То есть, когда вы протыкаете кожу на ботинке, вот так вот, смотрите, вы знаете, где у вас желобок ориентировочно. И теперь вот этой вот иголкой вы можете легко острие той иголки, в которой нитка, направить по этому желобку. Вот это вот. И провести вверх вот сюда. И они вместе вынимаются. То есть, иголка с ниткой и иголка, которая у нас встроена. Вот они сейчас должны появиться. Вот смотрите, абсолютно в заданном месте. Для тех, кто сейчас до конца не понял, мы предлагаем видео, снятое под электронным микроскопом в нашей лаборатории. Макросъёмка. Вот мы сейчас видим, вот это вот слева, это острие иголки, которая ищет правильный путь. А справа это как раз направляющие шило, в котором есть желобок. Вот оно его находит. И вот продвигается вверх. И верной дорогой идёте, товарищи. Да, вот сейчас вниз, для того, чтобы показать вот этот вот путь. Всё, и нитка выходит именно там, где ожидалось. Они совершенно в другом месте, втыкаясь в ладонь. Вот они, смотрите, вместе как легко выходят. Вот она одна и вторая. Прямо по желобку он туда выходит. Вынимаем, дальше берём так. И уже сверху в этот загонар. И пришиваем вторую половинку этого образцово-показательного ботинка. Вот смотрите, у нас получилось два таких вот одинаковых стежочка. И так до бесконечности. У нас, конечно, шито всё белыми нитками, но это для того, чтобы было лучше видно. Но это всё равно красной нитью проходило через всё повествование, насколько это удобно и, главное, доступно. Отныне, присно и во веки веков, снимая эту острейшую проблему, наши очумелые ручки от всех себя желают всем вам, чтобы нужное шило было в нужном месте. В смысле, под рукой. Пока все дома, дома все.